Родился Александр Беляев 4 марта 1884 года в Смоленске. Отец настоял на том, чтобы Александр учился в духовном училище. С 1895 года он продолжил свое обучение в Смоленской духовной семинарии, которую окончил в 1901 году. Священником он так и не стал, а наоборот вышел стен убужденным атеистом. Беляев был очень увлекающимся человеком. Ему нравилось заниматься музыкой. Он самостоятельно оселил скрипку и рояль, часами мог музицировать, хотя в семинаре это было возможно только с разрешения ректора. Нравилась ему и фотография, живопись и языки. Молодой человек учил аспиранта, много читал, выходил на сцену театра, дававшего представление в Смоленском народном доме. Вплоть до марта 1902 года он был задействован в постановках этого театра «Ревизор», «Лес», «Бешеные деньги», «Нищий духом», «Соколы и вороны». Любимый жанр Беляева – приключенческие романы. Любимый автор – Жюль Верн. Александр восхищался сверхпособностями героев его романов и мечтал быть похожим чем-то на них. Участвовал во всевозможных шалостях и розыгрышах, в результате чего травмировал глаз и у него ухудшилось зрение. Во время одного из таких экспериментов он упал с крыши и сильно повредил спину. Эта травма серьезно сказалась на его последующей жизни. С 35 лет у него постоянно болела спина и он по нескольку месяцев был парализован. Вопреки пожеланиям отца в июне 1902 года Беляев стал студентом Демидовского юридического лицея в Ярославле. В 1905 году, когда началась первая русская революция, он был активным участником студенческих стачек. Диплом об окончании юридического лицея Беляев получил в 1909 году. В 1911 году у него появилась возможность побывать в Европе. Будущий писатель посетил Швейцарию, Италию, Австрию, Германию, Юг Франции и занимался изучением истории и искусства. Это была первая поездка Александра за границу, оставившая после себя самые яркие и незабываемые впечатления. В 35 лет у Беляева диагностировали туберкулез позвоночника, результат детской травмы. Неудачная операция привела к осложнениям и на протяжении трех лет Александр совсем не передвигался. Следующие три года ему пришлось провести в специальном корсете, но ходить он уже мог. Реабилитационный период провел в Ялте, куда он приехал вместе со своей мамой. Именно в Крыму он начал писать стихи и принялся за самообразование. В 1922 году Беляев почувствовал улучшение самочувствия и уже мог работать. Однако жизнь в Ялте оказалась невероятно трудной, поэтому он семью переселился в столицу. По приезду он вплотную занимается литературой. Его рассказы в жанре научной фантастики начали публиковаться в журналах «Знание силы вокруг света. Всемирный следопыт». Именно на страницах последнего из них был напечатан рассказ под названием «Глава профессора Долуэля». Через некоторое время писатель-фантаст дополнил свое произведение и выпустил его романом. В некотором роде роман стал автобиографическим. Сам писатель на протяжении трех лет был прикован к постели, и ему захотелось пофантазировать на тему существования головы без тела. Он писал, что в руки в то время ему подчинялись, а вот все остальное тело он абсолютно не чувствовал и пребывал в состоянии полной анестезии. Вся его жизнь была похожа на существование головы отдельно от тела. На протяжении последующих трех лет писатель опубликовал еще несколько из своих произведений «Последний человек из Атлантиды», «Остров погибших кораблей» и «Борьба в эфире». Он никогда не подписывался своим именем, под каждым произведением были псевдонимы Арбел, Ром, Романович, Айрб, Рома и т.д. В 1928 году из печати вышло самое популярное произведение Беляева «Роман. Человек-амфибия». В начале 1931 года Беляевы поселились в Пушкине. В те годы Александра всерьез заинтересовала человеческая психика, работа мозга и его влияние на тело и эмоциональное состояние. Результатом этих исследований стали несколько произведений «Ходите, тоите и человек, который не спит, продавец воздуха и человек, потерявший лицо». Писатель считал, что намного важнее осветить большую проблему, нежели придавать в своих произведениях то, что уже открыли ученые. Он верил, что цель научно-фантастического произведения – дать направление к самостоятельной научной работе, поиску нового и неизведанного. В 1939 году писатель начал публиковаться в газете «Большевистское слово». Герои моего рассказа в статье и очерках были Иван Павлов, Константин Цауковский, Михаил Ломоносов и Герберт Уэллс. Тогда же вышел из печати и новый роман-фантазия «Лаборатория W» и статья под названием «Золушка», раскрывающая трудное положение жанра фантастики в мире литературы. Перед самой Великой Отечественной войной было опубликовано последнее прижизненное произведение автора – роман «Ариэль», в основе которого мечта писателя о полетах. В 1930-х годах писатель серьезно увлекся изучением космоса. Среди его друзей появились люди, участвовавшие в изучении реактивного движения, и сотрудники, работавшие под началом инженера Фридриха Цандера. Беляев зачитывался трудами Цауковского, которые натолкнули его на мысль написать роман «Воздушный корабль». После прочтения в 1934 году этого романа Цауковский сказал, что он написал очень остроумно и очень научно, как для фантастики. Он выразил признательность писателю за доставленное удовольствие от прочитанной книги. После начала Великой Отечественной войны многие жители Пушкина эвакуировались. Беляевы остались, потому что Александру недавно сделали операцию. Из дома он не выходил. У него хватало сил только умыться и поесть. Известный писатель-фантаст умер 6 января 1942 года. Дочь писателя Светлана позже писала, что когда немцы оккупировали город, у них было немного продуктов – крупа, картошка и квашеная капуста, в подарок от знакомых. Они обходились и такой скудной едой, а Беляеву, перенесшему операцию, этого было недостаточно. Он опух от голода и умер. Местом упокоения Александра Беляева стала братская могила, где похоронены и другие жители Пушкина.